Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багиры. Я показывала формировку красулы и обещала показать, к чему это приведет и что это. Сразу уточню, что я делала две формировки. То есть обрезку очень взрослой красулы, такую кардинальную, и просто формировку. Так вот, это именно та, которая просто формировка. Обрезка взрослой будет, вернее то, что получилось после, покажу в другом ролике. Значит, вот то, что мы прищипывали. То есть я сейчас покажу, прямо вот где видно. То есть вот была длинная веточка, я ее тут прищипнула, она разветвилась. То есть то, что я добивалась, чтобы они начали ветвиться. Такое есть и вот на следующей. Такое же вот везде наверху. На это не обращайте внимания, сейчас поясню все. То есть вот она вот так вот разрослась. То есть все хорошо, все получилось, что надо. То есть она хорошо разветвилась. Не все, естественно, дали два. Вот, например, веточка. Вот ее тут прищипнула. Она выросла опять новая. Но одна, не две. Но она тут-то выросла, но она дала вот еще боковой. То есть не дала здесь двойную розеточку, но выросла здесь. И вот здесь. Вот, наверное. Отсюда будет его видно. То есть вот она одно вырастила, не разветвилась. Но вот тут чуть-чуть ниже, буквально на один сегмент вырастила еще. То есть даже если бы прищипнули, он не дал развилку, то возможно где-то ниже по стволу он дал другую. То есть мы можем из чего-то выбирать, что-то делать. Естественно, ему нужно, ей вернее нужно хорошее освещение. Она летом была на солнце, на ярком солнце, на улице. Так что хорошо себя чувствует. Но у красулы есть такая сложность. Она вот, как и многие, вытянулась наверх. И уже тяжелая. Вот она падает. Вот она падает. Очень сильно падает. Это не очень хорошо, потому что ствол, хоть он и стал довольно толще, но все равно он не выдержит. И вот тут уже они стали вот так изгибаться, потому что они тоненькие. То есть вот это вот все. Вот эта сложность. Плюс вот, сейчас расскажу об этих корнях. Такие корни иногда появляются. Люди пугаются, что это такое. Не пугайтесь. Появляются они от влажности хорошей. А так как она у меня все лето провела на улице, а осенью ночи стали уже более прохладные, стали более повышенная влажность, уже все-таки не лето, то в таком случае появляются вот эти корешки. Если они вам не нужны, то они легко обламываются. Вот тут, например, я обломила. И потом в основном уже не растут. То есть она уже занесена в дом, уже в доме не растут, не восстанавливается он. Поэтому если вам ветвь эта нужна, корешки вам портят вид, не нужны, значит просто их аккуратненько вот так вот раз, ноготочком обломили, они уйдут. Но если вы хотите размножить красулу, и когда у вас появились такие корешочки, то как раз эти ветви очень легко, собственно, они уже дали корни. Поэтому обрезаете, сажаете сразу в субстрат, какой нужен для нее, и она будет расти. Вот. Так что что значит мы с ней будем делать? То есть ей, в силу того, что она падает, как опору ей не ставь, она все равно будет падать, и ее надо обрезать. И в данном случае ее надо обрезать очень, очень сильно. Вот тут будет хорошо видно. Поэтому опять поворачиваю, показываю. Значит обрезать я ее буду вот здесь. Вот. Потому что до этого момента еще как-то мы ее можем удерживать. Ствол будет. Мы обрежем, что даст нам, она не будет тянуться вверх, или вот эти вот точки роста боковые, а будет утолщаться ствол. Плюс обрезка нам даст то, что вот эти ветви начнут расти, боковые маленькие вот тут. Вот все они начнут расти. Это тоже будет работать на утолщение ствола, и в итоге у нас будет хорошее деревце, которое само себя может держать. Как раз ула очень тяжелая, если ей позволить вот так расти, то она потом будет падать. Оно с одной стороны кому-то может быть и нравится. Они бывают иногда стволик, а потом вот так хорошо они свисают, вот как тут. Это красиво. Но если мы до этого ствол вот хорошо вырастили толстым, а потом позволили ей вот так свисать, и это красиво нам нравится, это одно дело. А если вот мы не обрежем вовремя, ствол мы не вырастим толстый, а свисать она уже начинает, нам придется ставить подпорки, потом придется ставить подпорки под то, что свисает, как-то это стягивать, связывать. Это тяжело по той причине, что она тяжелая. Каждая ее ветвь довольно тяжелая. Поэтому знаю, что обычно всем страшно так, так кардинально резать, поэтому показываю на своей, а вы уже дальше посмотрите на результат через какое-то время и решите для себя, надо ли вам так резать или нет. Причем вот эту вот, с корнями я специально их не стала все обрывать, я их измельчу, вот как мне надо, например, вот так, потом вот так, и посажу вот таким образом. Вот, например, будет прекрасно. Такая, я люблю еще делать бонсайи, и вот из этого будет такая, то есть один ствол, и от него будут вот так расти вверх. Это будет очень красиво. Вот, поэтому она у меня не пропадет, все это пойдет в дело. То есть будет так же расти. Значит, что у нас тут со срезом? Вот он у нас. Вот, сильно не старайтесь его близко к этим ветвям, то есть вот срезали, не старайтесь его ниже срезать, к этим ветвям, он все равно со временем отпадет. Если мы близко к ветвям срежем, можем повредить их, они перестанут расти, могут отпасть. А так мы сейчас это замажем садовым бальзамом, и через какое-то время вот вся вот эта вот часть, остаток этого сегмента, он спокойно отпадет, и там будет ровненькая, гладенькая, хорошая, то есть абсолютно здоровая древесина, так скажем. Вот она уже стоит более ровно, то есть я ее потом сделаю, просто чтобы выровнять, не для того, что она уже не падает, но чтобы она выровнялась, я вот тут поставлю палочку, ее чуть-чуть притяну, вот, чтобы она закрепилась в этом состоянии, росла ровно. Вот, причем в данном случае можно было бы даже, ну, смотря кто что хочет сделать, можно было бы как минимум вот тут еще срезать, или вот здесь, вот где вот эта ветвь есть. Вот, то есть можно спокойно, и даже вот здесь, если хочется заменить там что-то. Можно, в смысле, что для здоровья красулы, это ее не ослабит, оно наоборот даст ей вырасти. То есть по какой-то причине, если вы хотите укоротить сильнее, то это можно. Но мне достаточно. Так, теперь что? Теперь вот это вот. Вот у нее, вот так, чтобы хорошо было видно. Вот тут вот маленькая, если видно, надеюсь, маленькая-маленькая точечка, это будущие листики. То есть маленькая красненькая точечка на данный момент. Поэтому вот это уже есть ветвь, вот тут вот уже видно, что она будет. Поэтому спокойно вот это срезаем. Вот из этой точечки красной разовьются листики, будет новая ветвь. Это, как я говорила, замажется, потом она отпадет спокойно. Потом что еще? Вот такая вот довольно длинная и одна абсолютно неразветвленная. Вот. Значит, разницу покажу. Здесь у нас уже более вот такая древесневшая, поэтому я ее срезала. А вот здесь она зелененькая, и вот здесь мы ее спокойно, вот эти две берем, и выкручиваем. Вот. Вот таким образом выкручиваем. То есть пока она зелененькая такая, то можно выкрутить. Когда она уже становится такая красноватая, или появляются уже древесневшие такие полосочки, то уже лучше срезать, выкрутить уже не получится. Так что вот теперь мы приводим в то состояние, которое нам нужно. Что мы еще сделаем? Но эти пока маленькие им еще. Хотя, в принципе, вот эту можно буквально два листика вот эти выкручиваем, и она начнет, или она здесь разветвится, или она сбоку где-то даст. И вот точно так же с этой поступим. Тут совсем вот эти два малюсеньких. Также выкрутим аккуратно. Вот. Хорошо бы вот эту ветвь тоже укоротить, но так как она вот тут абсолютно голая, так уж получилось, то сильно мы тут не можем срезать. Поэтому мы тоже буквально выкрутим вот эти два листика. И вот здесь вот эти два. Будут ветвиться или нет, нам тут сейчас не важно. Нам важно, чтобы здесь пустили новые веточки. Ну и и вот эту вот тоже. И, наверное, на данном этапе формировки все. А, вот еще. То же самое. Абсолютно то же самое. Вот эти вот крайние. Вот. Все. То есть будет она более аккуратненькая, будет она иметь сейчас утолщица ствола, хорошо будет. Да, еще замазать хотела показать. Вот. Замазываем. В данном случае лучше для суккулентов бальзам использовать. То есть такие вот замазываем, где срезы. Где выкручивали, там ничего делать не надо. Замазываем только-только срезы. Все. Замазали, они подсохнут, и потом через время опадет именно этот остаток сегмента, что будет достаточно. Все. Что будет с ней дальше, как я буду ее дальше формировать, я покажу. А пока вот в таком она состоянии, на южное окно, и пускай радуется. Вот у нее тут малюсенький листик упал и дал еще новый отросточек. Пушистый, хороший. Так что вот. Ну и хотела сказать, что не бойтесь ее стричь, кардинально это не навредит ей. Все. Подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok